Всем привет! Это программа «Пятерка недели», я Владимир Дегтярев, ну и как всегда подводим итоги прошедшей игровой недели, выбираем лучших, ну и по традиции уже по нашей начинаем, конечно же, с вратарей. Итак, долго мы думали, Андрей Василевский или Картер Харт из Филадельфии, но в итоге приняли решение, что все-таки это вратарь Филадельфии Картер Харт. Три матча, три победы, 92 отраженных броска из 96, вдумайтесь в эти цифры, 1,3 пропущенных шайб за игру и 95,8% отраженных бросков. Действительно, Картер Харт это один из тех, на ком держится Филадельфия Флайерс, ну не только, конечно, на нем, естественно, там есть и другие хорошие вратари, и Эрсон в том числе, но на этой неделе все делал Картер Харт, который действительно тащил команду за собой. Поэтому он, без сомнения, лучший вратарь прошедшей игровой недели. Едем дальше, переходим к нашим любимым защитникам, у нас все время спрашивают, неужели только те будут попадать вот в этот наш, скажем так, хит-парад только лишь за то, что они набирают больше очков. Да нет, конечно, нет, конечно, но начинаем мы с Эвана Бушара, игрока команды Эдмонта Нойлерс, который в трех матчах набрал 6 очков. Три заброшенные шайвы, три голевые передачи, плюс два коэффициент полезности, а мы уже с вами выяснили, для защитника коэффициент полезности играет достаточно важную роль. Я уж не знаю, как там по поводу нападающих, но вот защитники, они частенько переживают и нервничают, что у них какой-то не такой коэффициент полезности. У Бушара все в порядке, и при этом вот эти 6 набранных очков Эвана Бушара, но, смотрите, игровое время меньше 22 минут, да, 21.42. У Бушара он в среднем проводил на площадке в этих трех матчах, и это, в общем-то, тоже достаточно хороший знак. Едем дальше. Он уже был у нас в нашем хит-параде пятерки недели и вновь туда попадает. Я не знаю, я еще раз буду повторять, какую уж молодость испытывает этот защитник, этот игрок, хоккеист, но Дрю Даути в этом сезоне просто великолепен. По-другому и не скажешь. Да вообще Лос-Анджелес в этом сезоне действительно очень интересно смотрится. Тодд МакЛеллан сделал очень хорошую команду, и при этом Лос-Анджелес не так много пропускает. Да, в последних матчах, конечно, там были проблемы, но до этого 11 выездных матчей подряд команда выигрывает со старта сезона, а это тоже дорогого стоит. Все-таки играть на выезде очень и очень тяжело. В общем, Дрю Даути это второй защитник. Четыре матча, два. Две заброшенные шайбы, две голевые передачи, четыре набранных очка. При этом Дрю Даути успевает отрабатывать не только в атаке, что, в общем-то, сейчас для современного защитника очень важно. Твое дело начинать атаку команды. И вот эта первая передача, и вот этот первый пас, он очень важен. И у Дрю Даути это хорошо получается. При этом Дрю Даути еще и успевает отрабатывать в обороне. 25,5 минут в среднем в этих четырех матчах Дрю Даути проводил на площадке. Вдумайтесь, да? То есть вопросов к игре Дрю Даути быть вообще никаких не может. Ну, а мы переходим, конечно же, к нашим нападающим, где тоже много-много всего интересного. Конечно же, я сейчас думаю, вы начнете задавать вопросы и говорить, ну как же так? Никита Кучеров, команда Tampa Bay Lightning. Четыре матча, семь набранных очков, четыре заброшенные шайбы, три результативные передачи, плюс два коэффициент полезности, и при этом Никита Кучеров проводил в среднем на площадке вот за эти четыре матча 21 минуту и 23 секунды. То есть даже меньше 22 минуты, тем не менее, оставался, ну, в общем-то, наверное, полезен для своей команды, потому что действительно представить вот сегодняшнюю, нынешнюю команду Tampa Bay Lightning без Никиты Кучерова просто нельзя. И на этот счет сказал все очень четко, правильно и даже очень коротко. Джон Купер, главный тренер команды Tampa Bay Lightning, это невероятный игрок, это невероятный хоккеист, у меня других слов нет. Это Джон Купер, это не я. И тем не менее, Никита Кучеров действительно продолжает тащить Tampa, также лидирует он и в гонке бомбардиров, в общем, все в порядке. Никита Кучеров в нашей пятерке недели. Ну, а мы идем дальше. Конор Макдэвид из команды Эдмонтон-Ойлерс, как и весь Эдмонтон, я не знаю там уж кто кому написал какое письмо, революционеры ли, в общем, разбудили Конора Макдэвида, разбудили всю команду Эдмонтон-Ойлерс, как Конор Макдэвид побежал вперед, за ним побежала, в общем-то, вся команда, и даже Стюарт Скиннер тоже вроде как и побежал за Макдэвидом, при этом в воротах Стюарт Скиннера был просто шикарен, даже еще и сумел сделать один сухарь, так что, в общем-то, для команды Эдмонтон-Ойлерс это вообще какой-то нонсенс, и тем не менее, у команды Эдмонтон-Ойлерс получается. Ну, а Конор Макдэвид, это все тот же Конор Макдэвид. Три матча, две заброшенные шайбы, пять голевых передач, семь набранных очков и коэффициент полезности плюс шесть. И самое-то главное, давайте вспомним, когда это Конор Макдэвид играл меньше 21 минуты в матче, да вот в последних трех играх 20 минут 40 секунд в среднем на площадке проводил Конор Макдэвид, и за это время вот вам, пожалуйста, семь набранных очков. А давайте вспомним, помните, при Дэви Типпете, когда говорили, да он загнал Макдэвида, да это вообще что происходит, а там ведь Макдэвид играл и по 23, и по 25 минут, ну, то есть как защитник. Но сейчас-то все изменилось, сейчас мы видим абсолютно другого Конора Макдэвида. И третий игрок из нашей пятерки недели, я думаю, вы очень сильно удивитесь, но тем не менее, мы долго спорили всей нашей редакцией, включать ли этого парня в лучшие игроки, прошедшие вот этой как раз-таки игровой недели, да, может ли он называться лучшим хоккеистом, и может ли он войти вообще в пятерку недели? Ну, а почему бы нет? Микаэль Гранлунд из команды Сан-Хосе Шаркс. Три игры, одна заброшенная шайба, и при этом шесть голевых передач. И ведь это команда Сан-Хосе, которая до определенного момента просто валилась, у нее все было не очень хорошо, у нее было много проблем, и тем не менее, вот эти камбэки, и это тоже Микаэль Гранлунд. Плюс четыре, вдумайтесь, плюс четыре коэффициент полезности у Микаэля Гранлунда, и 21 минута 46 секунд, проведенных на площадке. Это тоже кое о чем говорит. То есть, помните, как бы, да, вот сейчас, когда Гранлунда обменяли, из Питтсбурга в Сан-Хосе, туда отправился Эрик Карлсон, а все говорили, да этот ветеран, да он уже сейчас уедет обратно куда-нибудь там в Финляндию, или вообще, наверное, это неправильно, в общем, он уже, наверное, наигрался, а Микаэль Гранлунд не наигрался, и в Сан-Хосе он действительно сейчас очень и очень хорош. Итак, еще раз, пятерка недели, давайте начнем с вратарей, как всегда, вратарь Картер Харт, Филадельфия, защитники Эван Бушар, Эдмонтон, Дрю Даути, Лос-Анджелес, и тройка нападающих. Никита Кучеров, Конор Макдэвид и Микаэль Гранлунд. Такова пятерка недели, ну а мы с вами идем дальше. Плюсы, минусы, минусы, плюсы, в общем, оставайтесь с нами. По традиции, начинаем мы, собственно, с событий, которые были не самыми лучшими на прошедшей игровой неделе. Давайте поговорим и об этом, и тут, наверное, начнем с Александра Овечкина. Десять матчей Александр Овечкин остается без заброшенных шайб. Да, он там периодически набирает очки за результативные передачи, и даже перешагнул рубеж. Вдумайтесь в эту цифру. Полторы тысячи очков. Это действительно очень серьезное достижение для национальной хоккейной лиги. И тем не менее, конечно же, все ждут заброшенных шайб от Александра Овечкина, и вот этой погони за рекордом Уэйна Грецкий. Пока что-то не получается. Но будем надеяться, что вот эту голевую засуху Александр Овечкин преодолеет и сможет добраться, ну, пусть даже до 20 шайб в этом сезоне. Все равно, в любом случае, шаг за шагом, надо, надо, надо приближаться к этому рекорду. Ведь действительно, это величайшее достижение. И вот то, что сейчас происходит на наших глазах, и то, что вообще это погоня, возможно, здесь большой плюс Александру Овечкину. Но, тем не менее, в общем, мы ждем от него заброшенных шайб. Ну, и еще один игрок, я бы которого сюда вписал, со знаком минус, это Кирилл Капризов. Да-да-да, всего 8 заброшенных шайб. А вы вдумайтесь, ведь все Кириллу Капризову говорили, да ладно, парни, он же должен и умеет больше, он же может вообще творить просто чудеса, он же может там 50 шайб забросить за сезон. А вот пока не получается. Вообще как-то Миннесота, да, стартовала не самым лучшим образом. Дальше вроде как с приходом Хайнса начали немножечко исправлять эту ситуацию. А вы помните, поменяла Миннесота тренера уже, уволили Эвасона, пришел Хайнс. Но Кирилл Капризов, да, там набирает очки, но опять-таки мы знаем и видим, и видели в прошлом году. Пока что в этом-то, мы, знаете, так периодически видим, как вспыхивает Кирилл Капризов и потом куда-то вновь уходит в тень. Я уж не знаю, что там у него происходит, но мы от него ждем большего. И он, главное, это может делать. В общем, Кирилл Капризов пока что у нас тут в событиях со знаком минус. Идем дальше. Вот, знаете, как-то вот эта борьба с грязью в Национальной хоккейной лиге, она как-то перевернулась, и вот эта грязь вернулась обратно, мне кажется, вновь в Национальную хоккейную лигу. Посмотрите, на этой неделе. И какой-то немыслимый. Я даже не знаю, зачем Джозеф вообще ударил Ларкина по шее. Тот потерял сознание, некоторое время находился на льду и только с помощью партнеров потом поднялся. Да, сам поднялся, но зачем? Я не понимаю, что движет игроками. Хорошо, удар Ларкина. Перрон побежал мстить. Зачем-то ударил зуба, который вообще был не при делах. Я уж не знаю, то ли вот эта вот месть просто затмила все перед Дэвидом Перроном. И самое интересное, что Национальная хоккейная лига будет слушать, что же Перрон, зачем он это вообще сделал, ударил зубы клюшкой в лицо. Зачем это вообще он так поступил? И тут один важный момент. Дело в том, что обычно Национальная хоккейная лига не приглашает игроков там в офис заслушать то, как и вообще зачем они это делали. А вот тут как раз-таки Национальная хоккейная лига сказала, мы будем общаться с Перроном не по видеосвязи, нет-нет-нет, мы будем с ним общаться лично в офисе Национальной хоккейной лиги. А знаете, о чем это говорит? Если такое происходит, а такое бывает очень редко сейчас в НХЛ, то Перрону может грозить дисквалификация от пяти матчей и выше. Когда вот приглашает игрока на ковер, вот как это сейчас с Дэвидом Перроном происходит, это значит, ему грозит достаточно серьезная дисквалификация. Как я уже сказал, это может быть и пять матчей, а это может быть и десять матчей. В общем, действительно много этой грязи, и от нее надо каким-то образом все-таки избавляться. Ну а Гудбрансона в матче между Филадельфией и Коламбусом, да, согласен, Ник Казинс поступил, в общем-то, действительно не самым лучшим образом, толкнул Гудбрансона на борт. Но тот вместо того, чтобы забрасывать шайбы, чтобы помогать своим партнерам идти вперед, что начал делать? Он начал мстить игроку Флориды Казинсу, в итоге подвел свою команду. Команда играла в меньшинстве аж целых семь минут, в итоге практически выстояли, но пропустили. А так как матчи шли-то бэк-ту-бэк, силенок у Коламбуса практически в концовке уже не осталось. В общем, Гудбрансон, конечно же, Нику Казинсу отомстил, но еще и подвел свою команду. В общем, здесь все-таки вот этой грязи как-то надо избегать. Все равно ее стало как-то очень много, и вот этих ударов в голову становится больше. И все равно вроде как НХЛ со всем этим борется, но как-то сильно не получается. Ну и последнее, еще одно событие со знаком минус – это команда Анахайм-Дакс. В последних 12 матчах 11 поражений, причем из них 8 подряд. В общем, действительно, ситуация у Анахайма как-то сейчас не лучшим образом выглядит. Команда очень и очень слабо сейчас смотрится. Команда выглядит не самым лучшим образом, и вот эта вот полоса неудач, она продолжается. Хотя, да, перед началом сезона, в общем-то, как бы от Анахайма-то никто и не ждал, что прям команда там сейчас побежит, будет набирать очки, и они там попадут в зону плей-офф. И с одной стороны, вроде у них все-все получалось, но потом-то как-то это все покатилось вниз, такой какой-то как снежный ком. А там еще и Зиграса травму получил. Сначала тренер был им недоволен, потом Зиграса получает травму. Еще одна проблема. А вспомнить эти контрактные споры Зиграса, может быть, стоило как-то больше все-таки обратить внимание на игру, а не вот на эти выяснения, кто кому сколько денег должен, кто какой контракт должен подписать. В итоге, мне кажется, на это дальше больше потратили сил. И сам хоккеист, и его агент, и клуб, в общем, как-то пока у Анахайма не складывается. Ну да ладно, хватит уже про эти события со знаком минус. Поехали. Теперь уж если заканчивать нашу программу, то, конечно же, на позитивной ноте. Вот и начинаем с событий со знаком плюс. Первое место. Никита Кучеров. Какие могут быть вопросы? Мы уже сегодня говорили, да, Кучеров у нас вошел в пятерку недели. Кучеров у нас вообще фигурирует везде, как один из... Да что как один из лучший? Сейчас Никита Кучеров лучший, и со мной лучше по этому поводу не спорить. Я даже и в редакции так сказал, Никита Кучеров, и никаких вопросов быть не может. Кучеров лучший бомбардир, лучший снайпер. В общем, Никита Кучеров сейчас тащит команду Tampa Bay Lightning, причем и для всей национальной хоккейной лиги это тоже такой хороший знак. Это действительно классно, потому что, ну вот, когда не ладится где-то у команды, когда что-то не идет, а вот находится такая звезда. Причем ведь, смотрите, Никита Кучеров, человек, который абсолютно не медийный, да, он нигде не появляется, его нигде не видно, но как только вы видите Никиту Кучерова на площадке, это все. Это просто... У меня слов нет. Он реально, он реально, нереально крутой хоккеист, как сказал Джон Купер. Это просто фантастика. Идем дальше. Второе событие со знаком плюс. Конечно же. Патрик Кейн вернулся на площадку. Тяжелая операция. Достаточно долгое восстановление. Дальше Патрик Кейн очень долго выбирал команду, в которую ему надо вернуться. Наконец-таки подписал контракт с Детройтом, вернулся и уже в своем втором матче после возвращения забросил шайбу. Неважно. Да, она там не помогла что-то сделать Детройту, там победить или еще что-либо. Но тем не менее, Патрик Кейн вернулся. И будем надеяться, что все у него будет хорошо. И то, на что надеется Стив Айзерман, генеральный менеджер команды Детройт, им это даст как раз-таки Патрик Кейн. И я тоже в это очень-очень верю. Но действительно хочется, чтобы он продолжал свою карьеру хотя бы еще пару лет. Потому что все-таки, знаете, когда ты уходишь, и вот у тебя травма, как вот сейчас с Бэкстримом, к сожалению, происходит, да, вот в этом долгосрочном списке травмированных, и непонятно, как это все закончится для него. Выйдет он на лед, не выйдет он на лед, проведет он как-то свою последнюю игру. То вот Патрик Кейн играет. И это очень-очень здорово. Ну и третье событие со знаком плюс это, ну, давайте назовем это так, братские игры. Джек Хьюз, Люк Хьюз из Нью-Джерси против Куина Хьюза. Три брата встретились на площадке Нью-Джерси против Ванкувера. Ну и победила та команда, в которой, собственно, оказалось чуть больше братьев Хьюзов. Да, это Люк Хьюз и Джек Хьюз из команды Нью-Джерси Дэвилс. И тем не менее, это очень-очень здорово. Это вообще важно, когда вот действительно такое, знаете, событие. Потому что давайте вспомним, сколько этих братьев было. Там и династия Саттеров, и сыновья с Горди Хоу, да, и вот сейчас братья Ткачуки. В общем, действительно, это классно. Ну и еще одно событие, как раз-таки, если брать вот эти братские игры. Чарли Лингрен против Райана Лингрена. Вашингтон, вратарь Вашингтона Чарли Лингрен против своего брата из Нью-Йорк Рейнджерс Райана Лингрена. И самое главное, Чарли Лингрен, знаете, сказал, слушайте, для меня это было вообще очень важно. Да, это здорово. Мы вышли играть друг против друга, там, брат против брата. И это было какое-то несколько необычное событие. И Лингрен, Чарли Лингрен, который отыграл в этом матче на ноль, был просто в восторге, что вот играл против своего брата. И это все со знаком плюс. Пожалуй, на сегодня все. Это была пятерка недели, а также события прошедшей игровой недели. Ну, а для вас работал Владимир Дегтярев. Всем пока. И, как всегда, встретимся на хоккее. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok